В течение недели в Подмосковье проходило предварительное голосование партии «Единая Россия». Жители могли отдать свои голоса как электронно через портал госуслуг, так и очно. По данным регионального оргкомитета, этой возможностью воспользовались 715 333 человека. Большинство, почти 478 тысяч, выбрали очный формат голосования. Я приняла участие очно. У нас в культурно-спортивном центре «Мечта» находился участок. И я хочу сказать, что абсолютно дрожжелюбная и очень открытая процедура. Приходили люди, голосовали. И меня поразило то, что в списке новые молодые имена. В Денцовском округе проголосовать за понравившихся кандидатов можно было на 35 избирательных участках. Явка составила более 20 тысяч человек. За ходом голосования следили наблюдатели. Нарушений зафиксировано не было. Был день голосования уже очного на участках. Вот в Ликино приезжал, посмотрел. Ну, во-первых, все очень спокойно, все четко проходит. Были и наблюдатели, была и комиссия, книги учета. Все было сделано очень хорошо и четко. Никаких замечаний не было. И санитарная обстановка очень хорошая. Лидерами предварительного голосования за включение в региональную группу федерального списка на выборах в Госдуму от Московской области стали Вячеслав Фетисов, Наталья Алимова и Михаил Терентьев. Наибольшее количество голосов по Одинцовскому одномандатному избирательному округу набрал Денис Майданов. Предварительное голосование – это важная партийная процедура. Заявилось большое количество кандидатов, в том числе молодых. Лично был на нескольких участках в Одинцово. Все четко и прозрачно. Информация о кандидатах есть. В этом году был большой портал, на нем были данные всех кандидатов. Можно было проголосовать в течение недели онлайн. Прозрачность обеспечилась за счет авторизации через госуслуги. В выбор сделан дальнейшая партийная конференция и утверждение списка кандидатов. Кроме того, определены лидеры предварительного голосования «Единой России» на выборах в Московскую областную думу. В территориальной группе номер 6, 6-го Звенигородского избирательного округа победу одержал Игорь Шаповалов, а по 6-му Звенигородскому одномандатному округу Лариса Лазутина. Окончательно кандидатов, которые будут выдвигаться от партии «Единая Россия» на выборах в Московскую областную думу, определит региональная конференция. На выборах в Госдуму съезд партии, который пройдет в Москве 19 июня. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...